кто быстрее здравствуйте глубоко уважаемые любимые любители летных видов спорта я игорь волков вы на канале мечта летать и у нас очередной выпуск и сегодня он будет достаточно интересным почему он будет интересным потому что я попытаюсь ответить на часто задаваемый вопрос а сколько же это стоит сколько стоит счастья ну какое счастье о самолетах пишут много я думаю что мы не будем на них останавливаться можно даже сделать как-нибудь отдельный выпуск сколько на самолете стоит научиться летать тем более что я буду осенью учиться на цесне на пипель сдавать ну потому что так нужно мне чтобы получить лицензии на ультралайт придется научиться летать получить теперь или выучить французский два варианта я попробую то и то сделать итак почему такой вопрос возникает мы будем говорить о планерах собственно сколько же стоит летать на планере и сколько стоит участвовать на платье на соревнованиях и это будут цифры на мой взгляд честные потому что я лицо абсолютно надо не заинтересованы в том чтобы кого-то обмануть наврать или еще что-нибудь там и вести дешевый популизм что такое дешевый популизм это когда говорят что вы за 5 тысяч рублей в месяц можете летать на планере нет друзья такого быть ну не может я попытаюсь объяснить почему такого быть не может или почему это воровство почему воровство потому что планира штука ресурсная и летает дешево сейчас расходы ресурс планиров бесплатно каких-то государственных которые как-то достались не восстанавливая вы воруете будущего своих детей наверное вот так будет честно сказать я попытаюсь сейчас объяснить какие составляющие есть планерных полетах посчитать сколько стоит обучение полеты полеты на соревнованиях то есть привести все возможные цифры на примере допустим европейских стран и россии ну чтобы вам немножко было понятно как вообще стоит вот залазить в это все в эту всю кашу или нет или например взять и летать на параплане я в свое время летал на параплане отлетал на параплане там 2000 с 1994 года 3000 часов налета и я считаю что параплан это абсолютно не самый худший способ а может быть ты лучше понять небо и научиться летать но если вам очень хочется планер то вы по крайней мере должны честно узнать сколько это стоит не в режиме а придите к нам полетайте и вот это кажется и вот вы сможете летать за 5000 рублей ну вы же сможете но вы к этому времени столько потратите и вопрос что за 5000 рублей летать будет не сильно интересно погнали сейчас я на 37 чемпионате мира по планерному спорту и могу сказать что это достаточно дорогие соревнования наверное самые дорогие в мире почему потому что соревнуются классы 18 метровый класс это достаточно длиннокрылые планера 20 метровый класс это двухместные планера и открытый класс это все что больше 20 метров там уже такие монстры я всего все их сегодня вам покажу и параллельно ну не параллельно до этого например в литве был чемпионат где летали 13 с половиной метров класс это уже очень недорогие доступные планера 15 метровый класс опять же относительно дорогие планера и самый наверное массовый клубный класс планер клубного класса можно купить за 5000 евро вполне рабочий тот на котором можно поехать и полетать на соревнованиях любая машина представленная здесь будет стоить в районе 200 ну там от 150 хотя на самом деле там есть тут планера и тысяч по 50 если пилот летает хорошо то вот на нем можно вполне выиграть вот например наш пилот литовской сборной юрист вчера выиграл упражнение занял второе место на планере стоимостью 1050 евро наверное а вот вот эти монстры которые здесь стоят например что тут у нас стоит но джейс третий ну да меньше минимум 200 ну если он там оборудован к моторчиком вспомогательному что в основном все оборудованы потому что дорогущий такой планер гонять без вспомогательного моторчика который позволяет избежать площадок нерационально это еще недорого дальше значит у нас следующий класс это двухместники наши 250 300 тысяч евро и открытый класс где планет может вполне стоит полмиллиона и вот тут мы приходим к такому вопросу а стоит ли такое показывать да то есть часто задает вопрос игорь а зачем ну никак никто из нас там например не сможет в альпах летать на таком планере потому что ты давно показываешь монтевизу мы никогда сюда не долетим так вот друзья и показываю потому что на канале под 60 тысяч зрителей и самый яркий наверное похвалу который я получал это от водителя трактора до 160 который будет игорь а я вот раскладываю обед включая телефончик ставлю твой ролик и смотрю какой кайфа улетать в альпах мне так хорошо я ведь за эти полчаса так душой отдыхают что пашу дальше весь день да увы не у каждого есть возможности и ну вот на таком плане ряда летать очень сложно я бы тоже такой планер не купил я купил в сообществе с нескольким компаньонами потому что один себе такой позволить не могу но у меня есть планер который стоит да там 300 тысяч евро но при этом и на этих соревнованиях живу в автобусе место моего жительства опа какой кайф в такой месте проснуться а мой коллега лежит в палатке мы живем в кемпинге не в гостинице даже мы смотримся на какими-то нищебродами рядышком то правда видите тоже две палатки не то же самое смотрите вот если бы капитан оптимизм не добыл вторую палатку было совсем стыдно здесь какие богаты у нас стулья теперь мы вчера купили дикатлоне я езжу на старой машине автобусе т4 2000 года выпуска и это позволяет мне купить планер ну это и все что я делал всю свою жизнь и говорить о том что ну теперь это не надо показывать что ты тут показываешь какой-то там такой раз такой ну какой раз такой я в 12 лет начал работать я в 12 лет сделал кроличью с ферму построил с дедушкой клетки одолжил у бабушки 50 рублей съездил в город ки дай няй в литве привез лукошки 5 крок пятерых крольчик и дух королей они расплодились я продавал молодняк я заработал за год 700 рублей тогда когда мой папа там 220 зарабатывал в месяц то есть купил себе все что хотел для жизни с этого начал и дальше в принципе работал всю жизнь жил в москве например год в доме на колесах каширская шоссе дом 59 корпус 2 друзья примерно такого габарита такой же компоновки домик у меня был на колесах сверху будет солнечной панели стояла по адресу каширская шоссе дом 59 и там в гаражах и вот так вот я спокойненько в нем 2010 год ты не прожил весь все это позволило постепенно там не тратить ресурсы их как определенным образом вкладывать сделать изобретение и купить планер то о чем мечтал то есть да я за свою жизнь смог заработать на это можно ли обойтись без таких дорогущих покупок чтобы летать на плане и да конечно можно в этом году я участвовал не только в этом в этих соревнованиях участвую чемпионате мира я участвовал балтийском кубке который проходил в литве и выиграл его на планере стоимости 2400 евро я поехал в испанию купил там деревянный планер 53 года выпуска и все и на нем прекрасно замечательным образом отлетал соревнования там в этом году я приведу в порядок у меня будет шикарный ретро планер деревянные служить может сто лет и он летает не менее ну на таких конечно монстрах летать интересней но в целом удовольствие близкая то есть нельзя говорить что полет на вот таком монстре будет там в 20 раз круче сколько до 200 до в 20 раз круче чем значит полет на старичке за две с половиной тысячи вот вам разброс наверно ценный цифр то же самое наверное по стоимости соревнования уровня чемпионата мира дорогие здесь стартовый износ один стоит около 1000 евро и дальше расходы какие собственно аренда своего планера то есть если бы я свой планер арендовал аренда бы такая стоила две с половиной тысячи евро в неделю мы летаем три недели семь с половиной тысяч пришлось выложить плюс два стартовых взноса так как экипаж двухместный плюс жилье и питание даже там если в кемпинге все равно какие-то деньги ты плачешь там евро 15 в день то есть такие соревнования этого вылетают там больше десяти тысяч евро поучаствовать на двоих в одиночном варианте дешевле такой планер вот такого класса можно там за 1000 евро надо за 800 найти вот я год назад антону минскому привозил из швейцарии планер на его соревнования но ему тоже достаточно дорого получилось все это дело поэтому этот уровень чемпионата мира чемпионата европа это дорого надо понимать чтобы в этом участвовать нужно не только вот на такие соревнования зарабатывать но насколько надо очень много летать чтобы на них попасть чтобы пройти вот этот вот отбор увидите сколько здесь бортов стоит бесконечное количество так вот чтобы попасть на у такого уровня соревнований нужно победить национальных соревнованиями ведь достаточно высокий рейтинг и только тогда вас пустят уже непосредственно сюда опа вот наша принцесса на которой сегодня будет буду летать сейчас мы на втором месте по результатам пяти дней я и мой капитан оптимизм друг занимаем в мире второе место ну понятно что все может измениться и изменится нам еще летать целую неделю но в любом случае результат по 5 дням это достаточно достойный в один день мы прилетели вторыми в один день третьими по скорости на поле получили страв стали четвертыми то есть рубимся вообще на этих соревнованиях мне дико интересно потому что это новый опыт это возможность полетать с лучшими пилотами в мира мне такую возможность подарила наличие планера на которой зарабатывал всю жизнь это что литовская республика оплатила нам стартовые взносы за что огромное спасибо вообще принципе федерации национальные очень сильно поддерживают спортсменов например ну оплата взноса за соревнования раз второе поддерживают молодежь делают дешевле например опять же в той же франция если вы вам до 25 лет и вы хотите научиться летать на планере то сколько бы не стоило это обучение в клубе вам компенсирует 70 процентов то есть может молодой человек пойти искать хочу учиться папа и мама дай или там я пойду заработаю по мою планера а это может быть потому что развитая инструктура вы можете приехать на аэродром его если вы хотите очень летать вы можете мелких каких-то работ себе понабирать и действительно реально заработать немножко денег и отучиться на эту лицензию так собственно многие делают и потом вот мои друзья турели шарлот есть ролик на канале называется убийцы за штурвалом как готовит летчиков и пилотов допустим в российских учебных заведениях которые потом пассажиров возят и как в европе ну и собственно описана разница можете посмотреть будет вам многое понятней о чем это я поддержки государством мы можем сравнить цифры для начала в германии летает 60 тысяч человек то есть самая сильная одна сильнейший команд немецкая ну кстати вчера не очень им повезло мы их обогнали на втором месте по количеству пилотов в виде это поляки конечно тоже очень много летает ну и так и дальше там уже французы в испанцы в общем то весь мир и в мире летает очень много народу то есть вот если в германии 60 тысяч человек 60 тысяч пилотов то там в польше это вам 20 тысяч что ли ну то есть много в литве даже там больше тысячи человек летает вы спросите а сколько летает например в российской федерации благодаря поддержке государства ну если реально летает больше 300 человек это это хорошо но при этом очень много народу пришло в планиризм благодаря каналу мечта летать то есть реально частная подмосковье есть аэродром моего друга куда приходят пилоты летать и он говорит ну каждый третий там приходит там со словами что о смотрел мечту летать замечтал и хочу летать это очень хорошо потому что действительно даже не в том дело что нужно кого-то догонять перегонять а то что такой красивый прекрасный спорт должен быть развит и должна быть какая-то поддержка от государства чтобы это было доступно и давайте теперь собственно вернемся к ценам и доступности вот сейчас можно прийти в подмосковье на аэродром моего друга и за 280 тысяч там 250 280 пройти первый год обучения что такое первый год вы учитесь взлетать приземляться делаете что пора вылетаете самостоятельно то есть это где-то 18 19 часов вполне такой интересный курс но надо понимать это 18 19 часов и это еще не лицензия дальше чтобы получить лицензию ну там в данном случае душа вы должны отлетать второй год научиться парить выполнить большое количество полет посадок на площадке и только после этого вы сможете получить лицензию ну которая в данном случае в российской федерации действует любом клубе душа но в европе она не признается потому что это такая система это что такое душа в это общественная организация лицензия выданная общественной организации не считается поэтому даже если вы потратите это там суме 1400 наверное на обучение реально после которого вы сможете летать не после которого вас посадят в бане кузне затянут на самолете вы не умея ничего не парить на площадку приземляться поболтаетесь в районе аэродрома и все реально попытайтесь сами слетать на маршрут вот такое обучение будет стоить 1400 и вариант получить нормальную лицензию есть только один есть например частный инструктор владимир новосибирске у которого есть право выдавать лицензии государственные образца это единственный человек в россии который может такой выделить лицензию больше ни одного потому что ни одного авиационного учебного центра не осталось то есть все то есть у вас есть единственный вариант получить душа в лицензию и там летать с этой лицензии во всех клубах из плюсов могу сказать что клубы прекрасно эти лицензии признают один другого и этого если вы не планируете летать внутри например россии это вас никак не ограничивает но если вы планируете летать во всем мире то вам придется пройти обучение где-нибудь уже за за границей эти деньги не то что не будет потрачены впустую тушь вы летать научитесь но скажем так не так что сильно эффективно звучали цифры от моих коллег что можно научиться за 180 200 250 тысяч рублей летать научиться нельзя вы сможете пройти программу первого года вы при этом еще не будете уметь парить вы будете только и уметь взлетать приземляться ну и какая-то идея как и вообще поряд но чтобы научиться реально парить приземляться на площадке вам нужен второй год и про это почему-то все забывают и и так скромно умалчивают а сколько стоит научиться летать а вот столько но это же вранье по сути получается популизм теперь что ну цены в разных клубах разнятся то есть где-то могут учить дешевле почему это дешевле получается ну потому что например есть клуб которому со времен советского союза например достались планера ну так получилось был советский союз нет клуб же остался и в этом случае если не ну как-то не особо париться о том что через 10 20 30 лет эти планера умрут и нужно будет покупать новые можно спокойно за небольшие деньги летать поддерживая состояние этих планеров и как бы так ну и на наш вих хватит а дальше трава не расти вот это я считаю и вот при этом при этом звучит цифра там можно взять в аренду планер за 1000 рублей в день как как каким образом если официальная свидетель слг это техосмотр ежегодный планиров стоит в россии около 100 тысяч рублей вот как можно получить при этом планер за тысяч рублей в день это будет планер который слг не прошел которые не проверяли на гадачка на котором сэкономили соответственно это будет некоторое уже вранье нарушение законов российской федерации поэтому рассказы про то что летать за тысячу рублей это рассказы про то что где-то нарушают законы и летает поэтому по 1000 рублей призываю нарушать закон или нет да и мне как-то все равно просто вопрос что если уж рассказывать о том как должно быть надо рассказывать честно тут мы плавно пришли к вопросу а из чего состоит собственно вот эта цена почему же в конце концов те пресловутые там 280 тысяч а дело в том что помимо того что планер стоит денег и нужно восстанавливать ресурс нужно покупать новые планира им например мой друг в подмосковье купил сейчас пилотажный планер бланник на котором реально они крутят настоящий что пора чего на других плане как делать нельзя почему нельзя это делать на других плане как потому что бланников разрушается лонжерон в европе бланики запрещены до определенного ремонта я подключил по ван камере тоже хочу еще раз полет немножко поснимать вам сегодня остановился я на бланиках и так почему бланики запрещены в европе потому что разрушается лонжерон потому что не совсем удачная конструкция при которой развивается в лонжероне усталостные трещины и вы можете потерять крыло в полете есть ремонт он стоит около 8000 евро подразумевается разборка лонжерона и укрепление его специальными пластинами делается на заводе по установленной процедуре любой плане бланник может быть восстановлен отремонтирован то есть металлический планер который позволяет эту процедуру делать в россии летают планера которые нет не прошли этого ремонта и почему так получается потому что просто дорого во первых во вторых такое отношение что типа вся эта процедура это заговор там что придумали чтоб не летали бланики дешевые там ля-ля тополя у нас бланики хорошие никогда не развалится скорее всего никогда и не развалится потому что вероятность этого действительно не высока ну трещина будет и будет она может быть жить много лет но потом когда-нибудь кто-нибудь или что-нибудь сделать не так или еще что нибудь и жизнь человеческая она в принципе бесценна поэтому тут как русская рулетка то есть вы знаете что планера бланики которые работают они все не проверенные большинство есть несколько бланников в клубе подмосковном моего друга которые прошли ремонт на которых даже штопора крутит это все абсолютно нормально и он стремится к тому чтобы со временем привести все планера к такому состоянию это абсолютно грамотный долгосрочный проход подход человека который планирует сделать не клуб на там не доносить то что досталось от советского союза сделать что-то крепко которое будет работать многие годы и вот при таком подходе друзья планер не может стоить тысячу рублей в день за аренду потому что если мы говорим о легальности повторю что это тысяч сто тысяч слг потом это транспортный налог на самолет 75 из там 100 чем-то тысяч слг на самолет то есть эта цена легальности цена делать все правильно ну я бы из этого всего наверное считал что абсолютно неправомерен транспортный налог чем бы государство могло помочь выкинуть эту херню и дальше вместо тупого и слг виде бумажек в пачке и никакого толку сделать действительно нормальный техосмотр который позволит проверить техническое состояние летательного аппарата они бумажки и тогда это было бы наверное немножко как бы доступней реальная цена аренды планиров которые известны мне ну например тот же бланник в подмосковом клубе стоит 200 от 2 до 2 с половиной тысяч рублей в час после трех часов бесплатно то есть вы можете почитать что двухместный планер вам достанется за семь с половиной тысяч рублей за летный день до при определенном вашем налете сможете взять друга и разделить с ним расходы это в двухчестном планере очень серьезно возможно взять планер на целый день за две тысячи рублей представляется мне исчезающие это будет повторю планер не с слг это будет опять же что-то такое что досталось от советского союза или как-нибудь там где-то там какой-нибудь янтарь который там донашивает какие есть такие янтари на привале таки есть или там на любимом планере 84 янтарь стандарт выиграл даже на нем какие-то упражнения и соревнования там покупки был против вторым на чемпионате тоже 2 или 3 место занимал планер конечно был в ужасном состоянии то есть его я как мог приводил в порядок там полировал и так далее но до меня какие-то идиоты взяли его 60 шкуркой слышали что шкуркой планера шкурят а их шкуркой тысячный шкурит а какая-то бледина отшкурила шестидесяткой и он весь был в бороздах я смотрел на этот планер плакал я заливал воском эти рваные раны полировал у меня нормально летал позволял даже соревнования выигрывать так но но это я ухаживал за планером которые за мной закрепили а донем до этого летал еще один человек и после меня летал и там надел кучу всяких гадостей в конце концов у планера там даже даже говорить не буду то есть это во первых в принципе достаточно опасный процесс то что мне отвалился стабилизатор был такой случай то есть передо мной человек собрал планер закон трил закон дел неправильно 4 заказа поставил неправильно и у меня в воздухе ну и воздухе на посадке после касания земли отвалился стабилизатор то есть принимайте на себя все эти риски если вы считаете что можно летать за 2000 рублей там день день когда летать можно 5 часов вообще хорошо летать но таких дней в альпах не в неделю средней полосе россии это наверное 23 дня в неделю и не факт что когда захотите летать вы планер будет свободен потому что при определенном количестве людей таких желающих становится несколько больше в эта проблема в европейских клубах что вы приезжаете на поле на полеты и вот день когда и когда день хороший летят естественно хотят все ну как ни крути день классный хочется летать ну все и берут планер в аренду и поэтому планер просто может не достаться это является еще одним ограничивающим фактором к существующему процессу поэтому прежде чем идти учиться летать вам нужно просто осознать каким образом вы будете применять полученные знания в каком клубе вы можете летать вы можете пойти найти клуб вполне возможно что так получится что у вас все будет ну дешевле удачнее вот именно так как вам обещали за там сто восемьдесят тысяч рублей обучения и даже там за две тысячи рублей аренда планера там 3000 подъем и все и вот вам счастье на целый день возможно я не спорю но я просто хочу чтобы вы сталкивались с другой гранью реальности на сколько стоит обучение в европе если уж на то пошло можно здесь научиться летать тысячи за полторы евро если пойти в клуб там есть определенное количество работ которые нужно непосредственно выполнить и числете отрабатываются в основном зимой их можно не отрабатывать за них можно заплатить там например там 5 10 евро часа нужно отработать 100 часов вы делаете взнос в этом случае получается что вы вроде как заплатили денег и не работали но сэкономили свое время которое в вашем случае может стоить дороже намного но вот это обучение в стиле полторы тысячи клубное она достаточно медленная на чем она основана она основана на том что работают инструктора такие же клубные общественные что инструктор тратит свое время он не летает по маршруту на красивом планере он просто тратит время на то чтобы научить летать вас в силу своего электруизма не получать за это зарплату и такая работа получается ну когда инструк когда инструктор может какой-то нет там опять же во многих клубах в этом случае обучение только по выходных и само обучение сильно растягивается потому что частый случай семь человек летают часто очень на лебедке это способ удешевить вот эти цифры там полторы тысячи за обучение они естественно когда работает лебедка когда сам подъем стоит 80 евро они 30 как за самолетом поэтому обучение получается относительно медленным то есть я знаю людей которые приходят в клуб и летают так что в конце концов это растягивается на год до первого самостоятельного той больше и вы летаете потом какое-то времени летаете потом у вас там перерыв потом погода не было потом вы слетали но мало потом вы все забыли это некоторая проблема но так делать можно если вы настоящий улечен ли фанаты готовы тратить все выходные в данном случае нужно приехать 8 часов утра или в 9 часов утра и провести на аэродроме до вечера потому что это действительно клубный вариант деятельности то есть вы должны состоя в клубе делать всю эту работу как любой другой член клуба то есть нельзя предсказать а я хочу приехать в двум часам отлетать там свои там 15 кругов и все это можно но в другом ну тогда клуб немножко другого типа и тогда обучение может стоить уже ну не может она и стоит там от 4 до 6 тысяч евро вот это вот более реальные цифры которые есть европе в той же франции это нужно отлетать около нужно минимальное количество в 15 часов отлетать сейчас мы по-моему даже увеличили до 25 ну реально это 25 то есть вы отлетаете часы сдаете экзамен и можете сначала летать там в районе аэродрома потом уже дальше какие-то по маршрутам потом лицензию могут расширить то есть она сейчас как бы в два этапа идет то есть сначала какой-то совсем базовое обучение потом следующий этап немножко больше это уже вот это расширение до краскантри когда можно брать клубный планер летать действительно далеко вот такие цифры и это не значит что планерный спорт недоступен он доступен потому что можно полторы тысячи за год заработать и опять же вкладывая свое время получить результат научиться летать на планете но вы должны реально отдавать себе отчет сколько это стоит что будет дальше ну дальше вы например решаете что вы летаете в клубе берете планер в аренду за какие-то деньги и вот эти вот это расходы времени достаточно большие вы должны понять что вы постоянно будет расходовать время будет приезжать как эта погода будет потом какой-то погоды не будет и чтобы хорошо летать на планере нужно расходовать много времени летать много то есть 50 часов в год это тот минимум который составляет ну безопасную составляющую то есть вы тогда действительно можете летать если же вы будете летать там не знаю 5-10 часов в год то поверьте мне это будет просто реально небезопасный спорт это будет ничем небезопаснее там не ноги говорят вот парапланы это плохо они там складываются с ученой складывается эти парапланы ну и раскладываются то есть в мире это максимально популярная ниша и если могу сказать честно что полеты на параплане в пределах если сможете летать 40 часов на параплане а вы так сможете летать если будете активно ездить на горке и так далее то есть но и 5-6 часов на планере на планере будет летать опаснее именно потому что вы можете этот планер разбить сделав ошибку именно из-за этого небольшого налета чтобы пролетать 5-6 часов в месяц вот вам сказали что можно подняться воздух провисеть 5 часов можно если вы умеете то есть для этого долгий путь и вам нужно в себя инвестировать собственное обучение ну минимум там 1400 рублей вот закачав 400 тысяч вы возможно сможете потратить как вам обещали 2000 на взлет дав на аренду планер на целый день и 3000 на взлет и да может быть полетаете 5 часов возможно но этого мало чтобы получать от этого удовольствие нужно летать много все-таки то есть вот просто в разочек катнуться классно конечно но здесь планера дает возможность ну почувствовать вот это слияние с небом почувствовать вот это вот его это штука с потрясающими возможностями но вы понимаете да что чтобы возможностями пользоваться нужно уметь это делать и этот путь это очень длинный то есть вот проблема планеризма основная в том что это не просто пришел полетел и все сразу и быстро это очень долго и нудно и ну не нудно в смысле весело но нужно приложить много усилий к этому тогда выпал получите от планеризма отдачи удовольствия поэтому прежде чем не я никого ни в коем случае не отговариваю я просто говорю что это не так просто как многие рисуют в своем первом в ролике сколько научиться летать на планере я мотивировал тем что говорил ну так сделайте что-нибудь когда-нибудь то есть я вот сам мечтал многие долгие годы о полетах на плане иначе ничего для этого не сделал турбопроб шмелек он тянет планер кстати с интенсивностью в 6 метров в секунду дает для планера но но он и живет извиняюсь 200 литров в час конец полосы у нас там нет вот это вот я понимаю взлет я видите когда слушай даже уши заложила реально продуваюсь я вам не урал 6 6 метров в секунду шмелек давит если мы уж заговорили друзья о буксировке вот один из самых лучших самолетов для буксировки называется он робин вот этот самолетик тащит не хуже вильге с хорошей скороподъемностью он то 4 местные там двигатели лайкоминг межремонтный ресурс двигателя у лайкоминга 2000 часов популярные в восточной европе самолете к вильга вот вильге в основном эксплуатирует в литве и в россии это можно назвать такой этот вильговой иглой то есть они уже остались достали советского союза самолет прожорливый живет хорошо отрегулированные 60 литров в час плохо отрегулированный 100 то есть и это авиационный бензин 100 лель то есть ну как бы конечно его можно подяжить там с автомобилем еще что-то да вы сами понимаете чем это может кончиться и в этом случае ресурс мотора 500 часов то есть каждые 500 часов такой двигатель достаточно дорогостоящий ремонт будет иметь это конечно вообще монстр я уже сказал даже 6 метров в секунду 200 литров в час но он и тянет 6 метров в секунду то есть он в два раза быстрее поднимает воздух поэтому ну такие самолеты востребованы на соревнованиях клубах конечно такой не эксплуатирует очень прожорливая и к сожалению ресурс идет в основном именно запуск турбины он тоже пишется и тут не только моточасы на работу до этим самолетом но определенное количество пусков турбин вот это такой же шмелек только двигателем уже поршневым тянет он отвратительно то есть вот эта машина на стену несколько дней назад метр в секунду здесь живет наверно как танк ну вот это неудачный буксировщик как вы видите на гриде все шуршит один за одним самолетики поднимает небо планера вот это тоже приличная составляющая как в обучении так в собственном полетах стоимость буксировки понятно что чем меньше самолет живет тем дешевле будут полеты но понятно что еще есть стоимость самого самолета чем меньше стоимость самолета тем дешевле буксировка и теоретически там бесплатно доставшаяся вильга может быть делать полеты дешевыми но она теряет ресурс и и надо ремонтировать к ней реально должен быть прикован техник то есть вильга капризный самолет радиальный двигатель я помню свое время чумазовая техника на аэродроме шевлина который практически цепью был прикован к двум вильгам и постоянно их чинил и все мои полеты часто заканчивались некоторые мои полеты часто заканчивались неудачей из-за того что самолет не готов то есть ты приехал с утра мечтаешь полетать бац вильга сломалась вторая не готова надо два часа чинить и вот так вот каждый день в конце концов я купил самовзлетный планер и забыл про все эти проблемы вот этот самолетик пони у него тоже достаточно экономичный двигатель он достаточно ну относительно мощный часто используется для буксировки сам самолетик сельскохозяйственный заметьте что он одноместный но мощность у него достаточная потому что улетает с заполненными баками для химии сейчас посмотрите как он бодренько поднимет этот планер в мире идет постепенный переход от мощных самолетов малоэкономичных к более экономичным например моего друга томаса есть замечательный буксировщик на базе динамика с турбированным двигателем ротокс и он затягивает очень быстро там может поднять достаточно быстро пилотажный планер fox на большую высоту для чего он и делался на одноместный планера прекрасно тянет обычный динамик даже собственно на их двухместный тянет нужен конечно аэродром чуть чуть подлиннее сама скороподвенность не столь высока ну зато он живет там 18 литров в час плюс чего состоят расходы на все эти полеты аэродром аэродром но здесь никто его не охраняет хотя и родром кстати обнесен изгородью мне кажется в основном от животных смели а так вообще в россии положено чтобы аэродром был сейчас там какой-то новый фаб вышел или что-то мне уж не знаю что должны быть там чуть ли не камеры по периметру проволока колючая еще чего-то еще чего-то еще чего-то и охраняться естественно и все это расходы то есть представить вот аэродром там должен сидеть сторож сторона надо платить зарплату вот словом аэродром на котором я летаю во франции он не охраняемый и есть соседний бесплатный аэродром который не зашли охраняем он вообще бесплатный то есть там если что-то и нужно сделать то непосредственно все эти расходы на себя государство берет довольно часто применяется режим совмещения то есть на многих самолетах которые просто куплены там не знаю полета семьей в частном порядке что-то поделать стоит замок оцепки вот еще раз повторю робин наш знаменитый буксировщик они очень популярны во франции он деревянный все то этого самолетика деревянное крыло и он для путь вот эти в тушкин антон снимал свое путешествие авиа по франции еще как раз на вот этом самолетике они летали как тянет шмелек жих и все уже воздухе все ну и теперь сравним как тянет робин зачем тормоза воздушные выпускают чтобы эффективность центроплана стала ниже и легче элеронами планер упирал управлялся прошу боковой ветер сейчас планер пытается крыло постоянно уронить плюс это все еще с водой летит видите скачет 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 дольше ну вот собственно сейчас оторвется о оторвался почти в набор сейчас попутный ветер и жарко ветер немножко в спину поэтому дистанция пробега больше чем обычно еще одна проблема которая возникает с буксировщиками в том что этот буксировщик дорога ложка к набеду например существует есть классный день там на аэродроме а у вас просто нет нет желающих полетать то есть там 12 планериста и в этом случае нужно летчику приехать откуда-то потратить денег на подъезд в доезд все этот самолет прогреть его подготовить и все это вроде двух ваших полетов ну обычно так никто не делает это еще одна некая такая составляющая в копилку не сложности полетов на планере то есть это достаточно коллективные процессы должно собраться много народу чтобы полетать или допустим как в литве организовано там есть на аэродроме полукня летная школа которая учат летать на ультралайтах на каждом самолетике который работает в этой школе стоит замок отцепки для планеров и подцепили тросик бац дернули когда я учился летать на ультралайте летал я на бристоле то собственно как раз перерывы на отдых был когда мой инструктор говорил пойду сейчас планировочек затяну там кто-то просится вот тогда но это должен быть такой аэродром можно ли каким-то образом удешевить полеты исключить вот эту вот дорогостоящую буксировку из процесса можно применяя лебедку лебедок довольно много в европе достаточно мощных то есть лебедка с километра хорошая лебедка с километра высот дистанции может поднять это на 400 500 метров с 1200 она может вполне уже поднять на 600 650 метров которые вполне достаточно чтобы выпадить на аэродром и сама буксировка ну сама сама затяжка получается там ну там от 8 до 12 евро такая штука стоит это реально недорого и очень активно применяется на обучение знаменитая цесна все время друзья я сделал лебедку для буксировки планиров это был монстр с диделем дойтс 260 лошадиных сил мощностью гидравлическая лебедка стоимость ее было себе стоимость 80000 евро я планировал делать летную школу но в 2014 годом по ряду причин и разногласий я закрыл этот проект ну и собственно продал активы и уехал а лебедка сейчас есть то правда не никто никто не летает сейчас мы планируем сделать новую версию только уже электрическую и она избавит нас от проблемы с персоналом потому что электрическая лебедка сможет работать дистанционно парапланерная версия такой лебедки уже работает и она работает с приложения на телефоне но сейчас есть уже радиоручка и недалек тот день когда на одном конце поля будет стоять электрическая лебедка пилот сможет сесть такой планер нажать на кнопочку и взлететь лебедка же сама смотает трос вернет его на землю и следующий пилот сможет тоже взлететь то есть это будет две лебедки мощная лебедка конце поля и маленькая вспомогательная лебедка на старте я надеюсь что мы это испытаем этой осенью заряжаться это все будет от солнечного света поэтому условно условно буксировка будет бесплатная ну конечно если ресурс батареи ресурс троса и так далее тому подобное но это существенное удешевление и упрощение процесса полетов то есть вам не нужно вот таких монстров гонять нанимать пилота которых на них летает снимается ряд проблем как вы видите скорость взлетов один взлет примерно в 30-40 секунд на двух барабанной лебедки с двумя системами возврата троса вполне допустима такая же скорость то есть также потому что сама затяжка коротко длится вот буксировка длится сейчас самолет будет тянуть планер где-то минуты минут пять наверное а лебедка закидывает его за 40 секунд на 600 метров те же забыл добавить к стоимости затрат на полеты стоимость аренды земли или аренды или налогов на эту землю допустим у нас аэродром частная территория и хозяин аэродрома берет какую-то сумму с пилотов за год то есть вот взнос который мы платим в клуб это большую большие в части это собственно за то что мы арендуем на землю а хозяин земли обязуется содержать поле в хорошем хорошем состоянии косит травку и так далее и тому подобное и платит соответственно какие-то налоги которые положены но они небольшие в данном случае бывает парадоксальная ситуация когда чтобы вести деятельность на аэродроме необходимо перевести земли землю землю с там допустим сельхоз назначения которое требует каких-то денег но не каких-то безумных в земле транспорта как аэродром и тогда знакомый есть на аэродроме кудинова и тогда это стоит датских денег потому что ты за земли транспорта спратишь совершенно другие деньги и вот эти налоги способны похоронить любое начинание много нюансов много поэтому когда говорят что это вообще все халява там планерный спортом это дешево и легко мучает меня все-таки сомнения некоторые но будем надеяться что ситуация будет улучшаться и в конце концов будет действительно чуть дешевле чуть легче мы в этом постараемся помочь когда говорят что летать на планере очень дешево часто упоминает что ресурсу планера около 12 тысяч часов ну действительно вот планера у которых ресурс 12 тысяч часов они его будут вылетывать там долгие долгие годы вот мой собственно планер стоит у которого тоже 12 тысяч часов но две около двух тысяч часов уже вылета на потому что летаю достаточно часто но чтобы эксплуатировать планер нужно не только вылетывать этот ресурс просто считая что теперь 12 часов и все ремонтировать этот планер делать технические проверки например каждые три тысячи часов необходима проверка что эта проверка подразумевает разбираются все узлы залазит инспектор во все щели выполняется замена всевозможных элементов и он тогда планер продлевают еще на три тысячи часов и так это происходит до 12 тысяч часов потом принципе можно продолжать но проверки становятся уже более дорогими через каждые тысячи часов вот скол вы наблюдаете это за шмеликом я взлетал и соответственно камень попал и сбил лакокрасочное покрытие причем до кромки крыла это обидно потому что вот это вот уже нужно ремонтировать приеду буду что-то придумывать но таких скольчиков достаточно много вот например еще один скольчик благо красочная пробита вот это все надо заливать гелькоутом и ремонтировать поддерживая в каком-то состоянии и вот этому планеру сейчас пять лет лет через пять то есть раз 10 лет нужно выполнять ремонт замену сколько посмотрите сколько у нас пылище сегодня сейчас будет протереть планер полностью перекрашивать планер эта процедура стоит от 15 до 25 тысяч евро ну и без нее собственно планер придет в отвратительное состояние то есть чтобы он отработал свои 40 лет за ним нужно ухаживать и ухаживать серьезно когда говорят а я там планер купил там за миллион рублей еще будут а на нем десять тысяч часов летать ничего не тратя но это ерунда полная потому что его придется все-таки ремонтировать и опять же не все планера допустим планер литовский лаг он не летает 12 тысяч часов у него 600 часов назначенный ресурс потом его до 1000 по мы продлевали в новосибирске и никто не знает сколько этот планер полет полетает еще были разрушения ленджерона на этом планере это сама заря технологии только начинали делать в литве ну то есть делали но никто этого еще ресурса не знал сколько же он будет бегать сейчас технологии отработаны сейчас спокойно вот на такие планера 12 часов тысяч часов на планер например искать 21 by производства шляхера 18 тысяч часов ресурса дается это много но как вы понимаете если сложить стоимость планера стоимость его ремонтов стоимость его страховки и разделить это на стоимость его полетов вот на этот планер я такой считал цифру получается 44 евро час это все без то и мость полетов так то вот так то более дешевая версия с полетами возникает просто на фоне того что есть много планиров которые там выполнить выпущены 40 лет назад действительно находится нормальном техническом состоянии по ряду причин они продаются относительно дешево то есть как я вам говорил от 5 до 15 тысяч евро можно купить вполне нормальный прекрасном состоянии планер клубного класса который действительно будет очень долго вас радовать и летать и это некая ниша планера служат долго их становится все больше и пилотов которые хотят на них летать к сожалению в мире становится все меньше и меньше поэтому мы имеем нишу недорогого оборудования на котором можно вполне достойно летать мы кстати доехали до открытого класса вот они эти по полмиллиона евро планера ведь какие длиннющие крылья вот на таком агрегате длиннющим летают ну наверное самые монстры то есть на нем очень сложно летать просто еще потому что такой планер специфический управляется легко срывается в штопор ну то есть когда он вращается в спирали внутреннее крыло летит уже значительно медленнее чем внешне вот это нужно учитывать опять тоже для накрыл такой вот туда вот эта вот штука вполне себе может стоить космических денег а это пилоты которые на них летают носил о это же уму непостижимо вот такая вот штуковина на друзья они получают удовольствие тем что они могут это делать делать такое что многие другие люди не могут то есть это грань умения действительно то вот ну как этот планер еще больше расширяет границу возможностей то есть на них скорости полета там когда у нас там в районе сто двадцати трех было так так что под 160 на таком планере это средняя скорость по маршруту поэтому если человек может если он стремится если он пытается достичь там своего светлого будущего то он в конце концов может добиться купить такой планер то есть тут вопрос желание задач если вы ставите себя задачу желания идете к этому не просто сидите там попе ровно говорить когда мне как это когда мне царевну подгонят я хочу на ней жениться стать там королевичами у меня все будет ну не так так не бывает то есть так так не бывает и такие видео как вот это она она не день не демотиватор то есть я просто отвечаю на наверное популист популяристический вариант сказать что планеризм вот настолько доступно шоу даже не представляете насколько это все-таки это доступна в режиме приехать на аэродром покататься там попробовать научиться летать налетать до научиться даже летать и забудь про это. Ну, потому что потом вы столкнетесь с проблемами, которые вам летать много не позволят. Я против такого. Я считаю, что если этим заниматься, нужно уже непосредственно этим заниматься. У меня, кстати, достаточно много людей приезжает полетать, на планете попробовать, что это такое в горах. И потом понимают, что да, наверное, ну и при этом они летают на равнине. И у них идея, что сейчас я быстренько полетаю капельку и научусь летать в горах. Они видят, что да, они могут полетать в горах, да, они могут полетать вокруг аэродрома, много чем могут. Но Но при этом нагрузка, вот у меня даже знакомый продал планер, то есть купил, посмотрел, потом продал. И сейчас говорит, я лучше приеду раз в год, погоняю с инструктором по Альпам, который все покажет некрасивые места. Да, повышу свою квалификацию, но, например, я там не готов, летая раз в год в горах, рисковать тем, что я вот многого не знаю и куда-то лезу. Такая точка зрения существует, правильная она или нет, не знаю. Мне интересно летать с друзьями, я, собственно, с ними и летаю. И мне нравится передавать им знания, я дико рад, когда они все-таки находят себе смелость летать в горах. У меня есть несколько человек, кто на своих планерах летает, на хвосте, мы гоняем по Альпам, то есть, естественно, я их страхую как могу. Естественно, вы всегда долете до какого-то аэродрома, то есть это услуги гида, когда летит гид и показывает там, и страхует от изменения погоды, потому что, в данном случае, знаний у меня намного больше об этих Альпах, об этих горах, чем... Ну и статистики накоплены очень много. Заканчивают поднимать 18-метровый класс, следующим поднимать будут нас, поэтому я буду готовиться к подъемам, усаживаться в планер, чтобы вновь подняться в небо и посоревноваться с лучшими пилотами мира. Вам же в конце скажу так, что мечты сбываются, вот посмотрите, я обычный человек, сын обычных родителей, там, папа рабочий, мама инженер, и я смог вполне себе сделать так, что моя мечта сбылась, я летаю. И я... Моя идея подтянуть вас, то есть попробуйте идти вперед, попробуйте подтянуться до вот уровня. И вообще, ну, нужно не оправдывать, что у нас ни у кого нет денег, так все плохо, и вот нужно так, чтобы на планере было летать можно за 5000 в месяц. Ну, не будет такого, друзья. Ну, не такое, это вот фигня полная, это лажа. А реальность такова, что вам, если вы хотите на такой летать красивой птице, нужно или покупать планер деревянный, восстанавливать его, летать такой вполне возможно, или строить планер. Тогда, да, это будет дешево. А может быть, кому-то просто, не знаю, поменять, взять дополнительную работу, стать программистом, как у меня много летает программистов. Что-то сделать такое в жизни, что позволит вам подтянуть ваши ресурсы до возможности летать на таких планерах, и тогда это будет честно, наверное. То есть, не на таких, я повторю, что можно планер клубного класса купить за 5000 евро, летать на почти таких же соревнованиях, только чемпионат Европы, чемпионат мира тоже в клубном классе проводятся. Если вы будете достаточными зланиями и умениями обладать, вы можете поехать на такие соревнования. Но подготовка к этому, весь этот путь, он достаточно дорогой. И нужно осознавать и ставить правильные, разумные цели, что если вы... Эге-гей. Да. Надо задание оббивать. Я очень много видел ситуаций, когда человек вот приходит, там, например, на тот же параплан, и потом получается так, что он там купил себе какой-нибудь парапланчик, древний-древний, который там еле уже рассыпается. Но научился немножко на нем полетывать, и потом видит, что вот этот весь огромный красивый мир, он далеко, он не может поехать туда, не может поехать туда, не может пойти. Он говорит, ну зачем же вы меня вот подсадили на этот наркотик, а теперь я что могу, вот со своей горки домашней прыгать. Ну и от этого он счастье получает. Он говорит, да, спасибо, но а как же мне? Ну а как же ж? Ну в данном случае просто работать лучше. То есть работать лучше или делать так, чтобы, не знаю, в стране были бесплатные аэродромы там. Ну во Франции же есть, вот рядом с нами один аэродром платный, на нашем аэродроме я плачу около 800 евро в год. Но в эти 700 евро в год входит все, парковка, стоянка, там все, ну он неохраняемый, но там правда и нечего охранять. А рядом с нами есть аэродром, на котором, например, который совершенно бесплатный. То есть можно на него приехать, поставить планер, летать, подниматься с него, его ничего не стоит. Это определенный подход государства, потому что оно считает, что занятие спортом, развитие спорта, развитие всего этого поднимает немножко, ну и общий уровень людей, экономику и знания. То есть вы, начиная летать на планере, подтягиваете, например, знания по метеорологии, начинаете там пытаться изучить язык какой-то, еще что-то. То есть это в целом все очень хорошо, это делает людей вокруг умнее. Но вопрос, надо ли это кому-то. Вот когда это надо, это хорошо. Вот я в том месте, где, наверное, людям, те люди с тех стран, которые считают, что нужно, чтобы их команды соревновались на чемпионате мира, их пилотов, не только планиров, парапланов, всего остального становилось больше, уровень жизни людей возрастал. И вот чтобы на планерах вообще могли, реально же летают от студентов до пенсионеров. То есть вот немецкий пенсионер, кстати, пенсионеров много, немецкий пенсионер вполне себе на пенсию может позволить прекрасно летать на таких птицах. Так вот, и на мой взгляд, это то, к чему нужно стремиться, а не к тому, чтобы там как можно сделать дешевле. Нужно сделать, чтобы это стоило нормально, чтобы была достойная оплата труда у тех, кто в этом процессе занят, у инструкторов, у руководителей, у персонала. И, ну, чтобы все было по-честному, а то почему-то считают, что продавать хлеб это хорошо, а продавать небо это... Ну, я так не считаю. У каждого своя работа. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных фидов спорта, стремитесь к своей мечте, удачи вам!